Здравствуйте, друзья! Я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров и руководитель бюро дизайна и архитектуры New Interior. Сегодня я снова буду разбирать планировки подписчиков. Многие из вас присылают много писем со своими квартирами, со своими идеями по организации пространства. Те, которые наилучшим образом оформлены, я принимаю к разбору. Как оформлять письма и планировки я указывала в своем первом видео. Вы можете уточнить, посмотреть. Ссылочку на него я оставлю в описании. Сегодня мы будем разбирать письмо от Алексея. Алексей прислал планировку от застройщика и свое видение с расстановкой мебели. Вроде как тоже он сказал, что это от застройщика. Письмо следующего содержания. Добрый день, Ольга! Прошу рассмотреть наш проект. Может быть, вы посоветуете какие-то изменения? Семья. Муж, жена, 45 лет. Увлечения. Лыжи, сноуборды. В большой комнате планируем спальню. Кухня будет в том числе и столовой. Телевизор в спальне и кухне. Компьютер в маленькой комнате. У застройщика в проекте предусмотрена кладовка. Хотим ее увеличить за счет маленькой комнаты. Не можем определиться со входом в кладовку, чтобы максимально использовать ее внутреннее пространство. На плане стен темно-серые – это несущие железобетонные стены. Светло-серые – это газобетон. Размеры указаны в сантиметрах. Все по обмеру. Итак, перед нами планировка. То, что было в письме. Это комната большая, в которой планируется разместить спальню. Это комната маленькая, в которой планируется разместить компьютерный стол. Это кладовка. Здесь кухня и столовая зона. Ну и вот это непонятный для меня предмет – шкафы. Итак, начнем со спальни. Первое, на что хочу обратить внимание. Размер спального места максимально у вас 1300. То есть размер кровати по ширине. Скорее всего, матрас – 1200. Это я взяла из пропорции дверного проема, который обычно 900, если дверь на 800, как должна быть межкомнатная. Ну, наверное, вы с женой стройные достаточно. Но даже если очень стройные, спальное место минимум 1400 предлагают обычно. или 1600, ну, итальянцы. Американцы вообще любят 2 метра. Но мы тут говорим о небольших размерах. Первое, на что хочу обратить внимание. Надо оставить место для штор. Это 250 миллиметров. Далее. Кровать надо, конечно, увеличить. И увеличить проход. Гардероб абсолютно неудобный. Здесь у вас получается 680 проем. Это плохо. Итак, предлагаю туалетный столик поставить ближе к шторам. Тумбочка может быть под столиком. Дальше. Мы увеличиваем с вами спальное место до 1600. Будет 1700 по габаритам кровати. Здесь я бы вам оставила где-то 1200. Здесь вы можете возле кровати поставить еще одну тумбочку. И проход рекомендуемый, минимальный, конечно же, должен быть 700. И так у нас остается вот это расстояние для гардероба где-то 1890. И я предлагаю вам либо чуть-чуть поменьше сделать, чтобы вот этот проход увеличить. Я предлагаю вам следующим образом сделать здесь поставить, у вас вот получится только какие-то шкафы 400, полки, но обувь хранить. Одежда на вешалках, этот размер у вас 600. И вот здесь тоже можно сделать 600. Соответственно, у вас будет комфортный проем. Я сейчас тут не в масштабе нарисовала, но он будет где-то там проход, ну хотя бы 800, а не 690, как у вас было. Что касается телевизора, тут вот размер у вас был 3,150, вот этот вот размер, 3,150. Соответственно, длина кровати это где-то 2,100, ну с изголовьем. Соответственно, у вас где-то метр здесь остается. Это нормально, комфортно. Соответственно, по оси мы делаем размещение телевизора, который вы хотели разместить в спальне. И вот эти вот колонны, непонятно что, я бы сделала как бы уменьшенные, ну чтобы проход был комфортный. Справа и слева там у телевизора. Вы не написали, для чего это вам нужно, но какие-то там шкафчики, может быть книги или что-то еще. Вот при этом варианте, ну на мой взгляд, это будет более комфортно. Переходим к следующему помещению. У вас остро стоял вопрос по решению складовой. Что здесь хранить вы собираетесь, я не знаю. Предполагаю, что вот эти, скажем, стеллажи, они где-то по 600. Ну, вы увеличили за счет коридора еще, вот это вот помещение кладовой. Я предлагаю вам сделать следующим образом. Вот сделать вход со стороны маленькой, как вы говорите, комнаты с диваном. И тогда вы можете поставить какие-то вот большие стеллажи справа и слева. Ну, а здесь какие-то неглубокие полки. То есть, если для вас важно это все поставить. И сделать здесь, я не знаю, получится сдвижную дверь по размеру. Надо, чтобы вот этот размер был, ну, хотя бы такой же, как и дверной проем. Если так не получится, то предлагаю сделать распашные двери небольшие. Либо какая-то одна дверь, например. Что касается дивана, я так прикидывала, что где-то размер дивана где-то 2 метра. А подлокотники, я думаю, где-то по 400 миллиметров. Это много. Сделайте с узкими подлокотниками, чтобы у вас сидение, вот эта вот часть, было более комфортным. Потому что в противном случае у вас всего метр будет. А так 2 метра минус подлокотники, допустим, по 150 с каждой стороны. То у вас вот этот размер будет хотя бы 1700. Что мне не нравится, вот здесь мы заходим и упираемся в стеночку каких-то шкафов. Да, вот прям дверь упирается. Это нехорошо. Предлагаю вот эти шкафчики поставить справа и слева от дивана. Тут непонятный стульчик, он тоже тут необъяснимое для него местоположение. И, соответственно, здесь, может быть, это книжные шкафы. Но вы можете под рукой повесить навесные полки над столом. Может быть, здесь тоже узкие какие-то повесить. И чтобы мы не упирались. Ну, узкие там, насколько они минимум, могут быть 300. Главное, не от пола до потолка. Переходим к следующему помещению. Вот помещение, где располагается кухня. Самая грубая ошибка. Вот если мы глубину берем 600, то здесь, судя по всему, порядка метра расстояния. Это буквально, если у вас дверца там какая-то 600, а с другой стороны там 40, то, в общем-то, вам встать негде при открытых дверцах, пользоваться неудобно. Первый момент. Второй момент. Подоконник, вот здесь, обычно 750 высотой. А размер высоты кухни обычно 910. Здесь у вас точно должен быть перепад. Не вижу смысла. Вот здесь что-то ставить. Здесь должен быть радиатор. От радиатора должно исходить тепло. В общем, я бы в этой части вообще ничего не поставила. Я бы вообще вот эту часть всю убрала. Стульчики должны выдвигаться там больше. Здесь у вас стол уже на радиаторе. То есть надо как минимум стол сдвинуть. И вот этот предмет, я не знаю, наверное, какая-то скамья, на мой взгляд, не самое лучшее. Это, ну, все-таки сюда неудобно садиться. Поставьте сюда тоже все-таки стульчики. И здесь стульчики. Получается раз, два, три, четыре стула. Ну, посмотрите, чтобы размер хватило. И вы не разместили на кухне телевизор. Можно здесь вот построить такую стеночку и на ней разместить телевизор. Что касается вот подвижки двери, ну, тут есть нюанс. Мы не можем этот вариант использовать. Мне непонятно, что это за предмет. Наверное, это стиральная машина. Непонятно, как полотенцесушитель будет здесь располагаться. И длина ванны у нас 1700 получится, не больше. Потому что размер 1750 стены. И когда будет облицовка плиткой, размер чуть-чуть уменьшится. Ну, может быть, вот здесь дверь чуть-чуть уменьшить. И вот перепроверьте этот размер. Чаще всего мы берем, не думая, 500. Но есть вот немецкий производитель, у которого раковина современная, глубиной всего лишь 400. При этом вам смеситель надо установить над раковиной и стены. И тогда как бы все поместится. Что касается туалета, мне непонятен этот предмет. Но ширина 97 сантиметров. После облицовки плиткой, ну, это будет где-то 900. Соответственно, раковину здесь возьмите какую-нибудь там где-то 200 миллиметров. Ну, в принципе, все это может быть. Совершенно непонятно, что вот это и для чего. Вы не написали, не объяснили. Поэтому я не знаю, что с этим делать. И я бы вообще, в принципе, планировку делала бы иначе. Не ориентируясь на стены, поставленные от застройщика. Что касается шкафа для обуви, проверьте вот эту глубину. Имейте в виду, что вот у вас вот эта дверь. Здесь должны быть наличники. Это где-то по 100 миллиметров. Здесь тоже 100 миллиметров. Соответственно, глубина, мне кажется, там будет 150 миллиметров, что у вас поместится. Уточните, должно быть минимум 300. Это восклицательный знак. Вот такой получился разбор планировки. Я указала на ваши ошибки. Немного подсказала, что можно было бы как бы изменить. Ответила коротко на ваши вопросы. Если бы вы заказали у нас планировочные решения, просто предложить для вас, я думаю, что мы бы сделали для вас более комфортное предложение, основываясь на ваши пожелания. Но у нас разбор планировок. Я указала ошибки. Надеюсь, мои указания помогут вам их избежать и добиться максимально удобного планировочного решения. Поэтому, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Ну, все, кто посмотрел. Если Алексею понравились мои советы, буду признательна, если вы ответно напишите в комментариях. Многие мои зрители, которым я отвечала на письма такими видео, писали свои какие-то впечатления от моего разбора. Конечно же, не обижайтесь на критику, если она присутствовала. Она, естественно, будет присутствовать, потому что, когда разбираешь планировку непрофессионала, вы можете допустить ошибки, это нормально. Я думаю, что вы обращаетесь именно для того, чтобы получить вот эту критику и избежать ошибок. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте про инстаграм. А сегодня всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова